Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Ставка на отечественные. Главной темой визитов в Самару полпреда президента в ПФО стало импортозамещение. Строительство новых школ, ремонт дорог и планы по благоустройству. Диалог жителей Октябрьского района с мэром длился более трех часов. Быть ли паводку? Областные спасатели заявили, что к весеннему половодью готовы. Всех накормит чудо-печка. Какие забавы и в каких районах Самары ожидают горожан на Масленицу? Груша-перезагрузка. Про отцы фестиваля авторской песни заявили, что им нужна новая кровь. Министр транспорта России Максим Соколов вручил губернатору Самарской области Николаю Меркушкину медаль за заслуги в развитии транспортного комплекса. Это высшая награда Минтранса. Максим Соколов рассказал, что награда присуждена за особый вклад в реализацию крупнейших в стране инфраструктурных проектов. Таких, как строительство нового терминала международного аэропорта Курумыч, новых мостовых переходов, развитие дорожной сети региона. Масштабные транспортные проекты Самарской области обсудили во время визита полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе на Самарский завод по производству сельскохозяйственной техники. В центре внимания были и вопросы импортозамещения. Марина Кравцова с подробностями. Культиваторы селки, опрыскиватели-разбрасыватели. Сельхозтехника самарского производства – достойный конкурент европейским аналогам. Наши машины закупает Белоруссия, Казахстан. В этом году новые разработки самарских конструкторов начнут поставлять и в Восточную Европу. Полпреду президента Михаилу Бабичу и губернатору Николаю Меркушкину рассказали, как происходит процесс импортозамещения на заводе. Все зеленые детали агротехники исключительно самарского производства. Скоро предприятие планирует выйти на новый уровень. Здесь уже приступили к строительству современного покрасочного цеха. У нас сейчас качество покраски очень высокое по отрасли. И что для нас важно, вот это введение нового цеха позволяет в три раза увеличить склады. Кроме этого, дополнительно дает площади на сборку. Мы в полтора раза расширяем сварочный участок. С открытием нового корпуса предприятие планирует в полтора раза увеличить количество выпускаемой продукции. Рынок сельхозтехники существенно вырос в прошлом году, но предприятиям все же необходима поддержка. В частности, стоит продолжить программу субсидирования отечественной промышленности, считают на заводе. Вопрос импортозамещения подняли и во время обсуждения транспортной инфраструктуры. Михаилу Бабичу и министру транспорта России Максиму Соколову представили три масштабных проекта. Строительство Фрунденского моста, реконструкцию Московского шоссе и строительство подъездных дорог к аэропорту Курумыч. На Московском шоссе сейчас меняют коммуникации. Здесь предлагают сделать ставку на отечественные материалы. В части импортозамещения очень много задвижек на водоводах. Мы предлагаем также поддержку, чтобы даже в этой части, максимум используют именно российского производителя и продукцию российского производителя. Если смотреть наши задвижки, под Москвой изготавливает и белькистки в 5-10 раз дороже. В темп идет и строительство Фрунденского моста. Возводят опоры для моста через реку Самара и озеро Банное. При этом планируют использовать средства, которые поступят в федеральный бюджет от системы Платон. Средства будут собираться в федеральный бюджет и потом доводиться на такие и аналогичные проекты в субъектах Российской Федерации. Поэтому, чем больше объем работ будет выполнен, тем больше оснований будет для получения такого трансферта. К концу следующего года планируется завершить и реконструкцию Московского шоссе и транспортной развязки рядом с аэропортом. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Строительство новых школ, ремонт дорог и планы по благоустройству города. Эти темы стали ключевыми на встрече главы Самары с жителями Октябрьского района. Диалог с мэром длился более трех часов и собрал более 500 человек. Такой формат, обещают городские власти, станет традиционным. Репортаж Лариса Шалафаст. Одна из главных тем на встрече с главой города – строительство новых школ. Для Октябрьского района это особенно актуально. Почти четверть всего жилья строится здесь. Глава города подчеркивает, в ближайшие годы число самарских учеников вырастет примерно на 5000 человек. При этом, согласно указу президента, все школы должны в будущем перейти на одну смену. В Октябрьском районе уже найдено несколько площадок для новых школ. Мы, кстати, в Октябрьском районе планируем несколько площадок. Одна вот здесь недалеко, на улице Врубеля. И три площадки – это территория бывших войсковых частей. В границах Николая Панова, проспекта Масленникова, Маломосковска, Новосадовы. Вторая площадка – территория завода «Зим» и территория завода 4-го ГПЗ. Вот четыре площадки, где планируется развитие данной инфраструктуры образовательной. На встрече с жителями глава города рассказывает о планах по ремонту дорог. В этом году приведут в порядок 17 улиц. В их числе Волжский проспект, Осипенко, Полевая, Антонова-Овсенька и ряд других. Кроме того, проектируется магистраль, которая соединит улицы Николая Панова и Врубеля. Начинается ремонт проспекта Кирова. Это такая артерия промышленная для нашего города. Там очень серьезный объем работ предстоит. В прошлом году я неоднократно говорил о наших планах зайти на эту улицу. В этом году там начнутся ремонтные работы. Мы будем двигаться несколькими этапами. В этом году будет этап от Южного моста до улицы 22-го парсъезда. До 2018-го запланированы масштабные работы по благоустройству. Во-первых, реконструкция четвертой очереди набережной Волги. Здесь планируют разместить светомузыкальный фонтан, детскую площадку, продлить велодорожку. Главный архитектор представил жителям и вариант оформления территории у музея «Самара космическая» и ремонт фасадов зданий. В Октябрьском районе в рамках подготовки города к чемпионату мира 2018-го года проводятся мероприятия по ремонту фасадов и крови многоквартирных домов. На фасадах домов по улице Новосадовой 22, улице Осипенко 20-24 будет реставрирована мозаика. В мае начнется благоустройство улицы Челюскинцев на участке от Новосадовой до проспекта Ленина. Здесь ликвидируют несанкционированную уличную торговлю. На встрече и сами жители задали много вопросов. Спрашивали о проблемах в сфере ЖКХ, беспокоились о возможном строительстве здания арбитражного суда. Скажите, пожалуйста, будет строиться, не будет строиться, а почему нельзя найти было место другое, на то же самое, четвертом ВПЗ? Моя база такая, что там, конечно, особенно здание не должно, оно там. Излишне с архитектурной точки зрения и исходя из предпочтений, настроений людей, которые там проживают. Мы готовы подобрать компенсационные площадки, но должен быть четвертым, что земля федеральная. Мы на нее имеем не так уж много прав, практически совсем не имеем. Еще раз, что участие федеральное, в 11-м году была заменена зона, которая позволяет строить здание высотное, но никаких разрешений никто не удавал, никто там не приходил. Мы готовы такие компенсационные площадки взамен этой земли подобрать. В 11-м году никакой сроки там точно не придется. Еще один вопрос от жителей касался сноса незаконной автостоянки на пересечении улицы Осипенга и проспекта Ленина. Почему нельзя сейчас эту стоянку пока оставить? Почему ее уже убирать? Уже сейчас, в данный момент ее убрали, и негде поставить машину даже жителям? Если есть желание со стороны жителей по организации стоянки, давайте посмотрим, там есть общественный совет, да? Давайте встретимся, посмотрим, какое это место подберем. Но вы понимаете, что если земля муниципальная, и вы там будете замещать машины, за это нужно платить соответствующие налоги в казну. На этих условиях мы готовы стоянки открывать. Горожане обратили внимание Олега Фурсова на состояние отдельных дворов и фасадов. Выражали недовольство рекламными объявлениями на столбах и деревьях. Все просьбы услышаны. Такие встречи с жителями глава города проведет во всех районах Самары. Ольга Морозова, Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. Паводок в этом году ожидается на 10 дней раньше обычного. В зоне подтопления могут оказаться более 50 населенных пунктов области. Такую информацию сообщили на заседании противопаводковой комиссии. Запасы воды в снеге, по данным Гидрометеоцентра, значительно превышают норму и составляют 140%. Ситуация осложняется и тем, что количество выпавших в феврале осадков также превысило среднегодовые значения. А температурный режим первой декады марта будет значительно выше традиционных показателей. Во всех районах области проходит подготовка к паводку. Готовят пункты временного пребывания, проверяют гидравлические сооружения и систему оповещения. Необходимо организовать информационное обеспечение населения Ставропольского района, Волжского, Безенчукского, города Самары, городов Новокубышск. О том, что возможно во второй половине апреля будет подтопление территорий, дач, баз, отдыха. Ранняя весна для коммунальных служб Самары не повод расслабляться, чтобы сугробы не превратились в потоки грязи. Их вывозят на полигоны. Только в Ленинском районе на борьбу за чистоту ежедневно выходит более 20 единиц уборочной техники. В тонкостях весенней уборки разбирался Павел Баймаков. Это не торжественный смотр техники, а построение перед очередным боем. С помощью лопат, ковшей и самосвалов уборщикам только в Ленинском районе необходимо привести в порядок более 40 улиц, вывести остатки снега и наледи. Будут отрабатываться посадочные площадки, пешеходные переходы и лестничные переходы тоже будут отрабатываться, очищаться от льда. Мы стараемся по максимуму вывести эту снежную массу, чтобы таяние этого снега происходило не на улицах города, а на специально отведенных для этого полигонах. Итак, метр за метром. Трактора, погрузчики, самосвалы и более 40 рабочих. Благодаря их усилиям ежедневно с улиц Ленинского района вывозят от 2 до 3 тысяч тонн снега. Встретить плюсовую температуру уже готовы несколько улиц, среди них Самарская и Вилоновская. Максимальное количество техники, максимальное количество усилий людских, все выходит в город и все работает для горожан. Если на улице есть наледь, то с ней борются. И даже если плюсовая температура, все равно район отслеживается на предмет, где остались какие кусочки льда или где есть какая травмоопасная ситуация. И с этой ситуацией боремся. Ежедневно на борьбу за чистоту в Ленинском районе выходит более 20 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Основная часть ночью, чтобы не создавать помех для пешеходов и машин. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Причиной возгорания на Самарской ГРЭС могло стать короткое замыкание. Специальная комиссия еще устанавливает причины пожара, равно как и нанесенный им ущерб. Напомню, 5 марта утром произошел пожар на площади в 10 квадратных метров. В результате был поврежден генератор одной из пяти турбин. На месте ЧП работали 64 человека, 13 единиц техники, один расчет поисково-спасательного отряда и одна бригада Центра медицины катастроф. Пожар был оперативно ликвидирован. Эту турбину планировали вывести из работы в будущем году. Повреждение не повлияло на подачу горячей воды и отопление. Электрическая нагрузка станций также сохранена. В этом году на программу пожарной безопасности Самары направят 800 тысяч рублей. На эти деньги в первую очередь приведут в порядок детские лагеря, где много сухостоя, и проложат 120 километров разделительных полос между лесами и населенными пунктами. В поселках Шмидта и Береза уже несколько лет работают добровольные пожарные отряды. На их содержание в этом году выделили 4,5 миллиона рублей. Чтобы трагедии не случилось, специалисты просят жителей быть внимательнее. Чаще всего причиной ЧП становится человеческая беспечность. У пожарников есть такое выражение, любой пожар можно залить стаканом воды, если его вовремя обнаружить. Поэтому внимательно, что в использовании приборами, понимаете, что при разведении огня, ну в любом моменте. Хозяйке нельзя уходить с кухни, бросать газовую плиту без присмотра. Внимание, внимание, еще раз внимание. И уважение к всех друг к другу, чтобы вовремя оказать помощь, вовремя подсказать. Глава АвтоВАЗа Бу Андерсон покидает свой пост. О его уходе объявил контролирующий акционер компании и производителя легковых автомобилей Альянса Рено-Ниссан. Андерсон уходит с поста руководителя АвтоВАЗа досрочно. Его трехлетний контракт истекает только в декабре. Его работа не раз подвергалась критике со стороны Ростеха и компании Рено-Ниссан. 15 марта должно пройти заседание Совета директоров АвтоВАЗа, на котором объявят имя нового руководителя. Приемнику Андерсона предстоит возглавить следующий этап операции по выводу крупнейшего производителя легковых автомобилей в России с кризиса. По итогам прошлого года АвтоВАЗ получил рекордный за всю историю убыток в 74 миллиарда рублей, пишет РБК. Неожиданные экономические подарки на 8 марта могут оказаться подвохом. Так считает наш обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Нефть стремительно дорожает. Бочка сорта Brent сегодня добралась до отметки 40 долларов и 20 центов. Но вот рубль, увы, не растет такими темпами. В среду национальная валюта начала снижение и доллар подорожал на рубль с отметки 71.50. На 10 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 72 рубля 37 копеек. Курс евро 79 рублей 44 копейки. Аналитики объясняют неторопливость роста рубля тем, что он и снижался не так быстро, как нефть. И теперь придется это отставание компенсировать. Аналитики ожидают рост рублевых цен на нефть. А следствие вы сами себе можете представить. На всякий случай запомните нынешние цены на заправках. Золото тоже теряет в цене. Стоимость по Центробанку 2991 рубль за грамм. Серебро стоит 35 рублей 22 копейки за грамм. Хорошая новость. Египет скоро откроют для россиян. Правительства двух стран уже активно ведут переговоры. А Верховный суд отметил, что коэффициенты износа, которые страховщики используют для уменьшения выплат, незаконны. То есть по договору КАСКО страховая обязана выплатить полную стоимость машины на момент заключения договора. Осталось по САГО такое же решение получить. А на сегодня это все. Удачи в делах. А теперь коротко о других темах дня. Вовремя не остановился. Плати. В Самарской области собрали более 55 миллионов рублей с водителей, которые нарушили разметку стоп-линия. Число оштрафованных за это нарушение за год выросло в 20 раз. Увеличить сборы помогли новые камеры. Они появились на 12 перекрестках Самары. Система фиксирует выезд за пределы стоп-линий, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по встречке и трамвайным путям встречного направления. Военнослужащих запаса приглашают на военную службу. Войсковая часть города Грозный проводит набор мужчин в возрасте до 40 лет для службы по контракту в должностях сержантов и солдат. Зарплата от 40 тысяч в месяц, проживание в общежитии казарме, трехразовое питание, соцпакет, семейным ипотека. В Самаре раньше обычного стартовала навигация. Утром 8 марта теплоход ОТ-2005 вышел вскрывать лед на Рождественской Воложке. Сроки открытия линии Самары-Рождествена тоже определены. Пробный рейс должен состояться уже 10 марта. Открывать пассажирскую навигацию предстоит Омиком. 9 марта 1934 года родился первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Его родители были потомственными крестьянами, а сам он получил специальность формовщика-летейщика. Имя Юрия Гагарина в истории Самары имеет особое значение. Именно в Куйбышеве изготовили две ступени ракеты, на которых Гагарин отправился на орбиту Земли. Сюда же он прибыл после легендарного полета. В Куйбышеве первый космонавт провел 40 часов. Первая декада марта в Самарской области будет аномально теплой. Средняя температура воздуха превысит средние многолетние значения на 8 градусов. Об этом сообщили в Приволжском гидрометцентре. Днем столбик термометра будет подниматься до плюс пяти, однако ночью сохранится минусовая температура. На дорогах местами гололедится. Самарские барды ищут таланты. В областной столице пройдет молодежный грушинский фестиваль. Своё творчество на суд жюри представит авторы и исполнители в возрасте от 12 до 30 лет. Организаторы ожидают около сотни участников, в том числе и из других регионов страны. Заявки можно подать прямо в день фестиваля, первый тур которого пройдет 10 и 11 марта в ДК «Заря». Те, кому своим творчеством удастся покорить судей, выступят 13 числа на галоконцерте и, возможно, получат право спеть летом на Большом грушинском фестивале. Он, уверен, организаторы, может стать отличной творческой площадкой для будущих звезд авторской песни. Я абсолютно уверен, что в Самаре наверняка такая вот юная, яркая, талантливая поросль обязательно есть, она живет. И наша задача их найти, помочь им, чтобы с ними как-то и разобрать их творчество, помочь им сориентироваться, на что им обратить внимание. Тогда профессионально чисто. В среду к тёщи на блины. Третий день масленицы называют лакомка. Несмотря на то, что масленица – наследие языческой культуры, церковь определила для праздника своё название – сырная седмица. Православные в эти дни едят всё, кроме мяса. В Самаре жители ежегодно устраивают массовые гуляния. На неделе состоятся 68 дворовых и 22 районных праздника. Что интересного ждёт горожан перед Великим постом, узнала Марианна Мирная. Сжигать маслюну нельзя по технике безопасности. Но зажигать будем всем городом. В последний день масленицы самарцев ждут на площади Куйбышева. Грандиозные массовые гуляния планируются не только во дворах и в районах, но и на главной городской площадке. Масленица – один из самых любимых народных праздников. В этом году на площади Куйбышева ожидается больше двух тысяч гостей, которых будут удивлять разнообразными конкурсами, залихватскими забавами и, конечно, концертом. Центром притяжения станет чудо-печка, которая всех желающих накормит ароматными блинами. Кроме бесплатных блинов будут и торговые павильоны с угощением и горячим чаем. Выставка самоваров, бой подушками, столб с подарками, литературная площадка. В качестве сюрприза в этом году впервые на праздники выступят артисты цирка. Будет чем заняться и детям, и взрослым. На ярмарочном балагане будут работать мастер-классы от города мастеров. Больше 40 торговых павильонов. Тут будут представлены виды народных ремесел и также будут работать в отдельных шатрах мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Только этих мастер-классов от мастеров, от наших ведущих, будет не меньше 20. А на выставке-ярмарке планируется участие больше 120 мастеров из нашего города, из соседних регионов и соседних городов. На время праздника 13 марта ограничат движение личного транспорта по улицам Чапаевская, Красноармейская, Авилоновская и Галактионовская с 10 утра и до 18 часов вечера. Общественный транспорт будет ходить по привычному расписанию и маршруту. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Любовь, заботу и тепло человеческих рук хранят теперь уже ставшей историей открытки. Еще в середине 20 века их охотно рассылали родным и друзья. Раритеты, хранившиеся в фондах музея Лабина, теперь представлены широкой публике. На выставке уникальных открыток одной из первых побывала Мариана Мирная. Это сейчас пишут друг другу СМС-сообщение. В конце 19 и начале 20 века, чтобы поздравить с праздником или рассказать о важном, люди посылали друг другу открытки. В музее Лабина собрали сотни экспонатов разных стилей и направлений. В галерее образов и советские актрисы, на которых равнялись женщины, и летчицы, и никому неизвестные дамы. Есть даже обнаженные музы. Это открытки в стиле ню. Опять-таки, это была мода конца 19-го, начала 20-го века. Причем это не просто открытки, это были произведения искусства. То есть это были картины, которые демонстрировались в Париже на выставке. А затем они были отображены, эти картины, на самой открытке. Причем это вот, ну, нагота такая, как бы я бы сказала, волшебная. Выставку подготовили не только к наступающему 8 марта, но и к прошедшему Дню Защитника Отечества. В экспозиции можно увидеть открытки с мужскими лицами. Куйбышевских солистов театра оперы и балета, запечатленных в образах героев спектаклей. На выставке представлены не только открытки, но и аксессуары, которыми пользовались модницы. В 20-е и 30-е годы прошлого века они выходили на улицу в жаркие летние дни, в соломенной шляпке и вот с таким зонтиком, который бесспорно привлекал внимание мужчин. Выставка «Он и она. Мужчина и женщина» в почтовой открытке продлится до 27 апреля. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Советов весеннюю часть чемпионата страны начали с поражения. Самарская дзюдоистка завоевала серебро на первенстве страны. Кубок по зимнему картингу выиграл Сызранский пилот. В Тольятти молодые автогонщики разыграли детский кубок по зимнему картингу. Победу завоевал 14-летний Михаил Симонов из Сызране. Кстати, его отец Максим – пилот российской серии кольцевых гонок. Второй результат на картинг-трассе показал Тимофей Иванов. Бронзу у Джамиля Якупова. До финала добрались все вышедшие на старт 20 спортсменов из Тольятти, Самары, Сызране и Ульяновска. Еще одно удачное выступление самарских спортсменов, но уже на татаме юниорского первенства страны. В возрастной категории до 21 года. Двухкратная чемпионка России, чемпионка Европы, призер чемпионата мира и юношеских олимпийских игр Анастасия Турчева в финале выиграла серебряную медаль, уступив золото спортсменке из Хакасии. Наталья Милякова в прошлом году стала третьей на первенстве страны. В этом сезоне бронзу поделили между собой москвички Татьяна Плотникова и Екатерина Долгих. А вот крылья советов неудачно стартовали в весенней части чемпионат России по футболу. Самарский клуб домашнюю игру провел на резервном стадионе в Саранске против Ростова. Первый и, как оказалось, единственный мяч забили через полчаса после начала матча гости. На добивании после углового быстрее всех оказался Александр Гацкан. 0-1. Во втором тайме слабенький пенальти исполнил футболист крыльев советов Иван Мола. Вратарь Ростова легко парировал удар. Удвоить счет гости попытались в концовке встречи, но на месте, как это было не раз в этом матче, оказался галкипер Самарской команды Георгий Лория. В результате крылья зависли на 12-м месте чемпионата Премьер-лиги. Лидер – московский ЦСКА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самаргиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова